Продолжение следует... С сентября ведут новые предметы в школах. Быть вместе и в горе, и в радости. Семья Нахушевых и Заула Али Бердуковский отпраздновала 54 года совместной жизни. Каков секрет их семейного счастья? Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тензит. Изношенные водопроводные сети – проблема многих регионов России, но она успешно решается в нашей республике. Так, на территории станицы Кардоникской идет реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 82 километра. Подробности у Али Баташева. Шум работающей техники нарушает тишину тихого летнего утра. По улице Гвардейской идет прокладка траншеи для водопровода. Подрядчик работ – компания «Строймонолит». Старым азбестовым трубам, по которым сейчас осуществляется подача воды, около 60 лет. Их заменят на новые, пластиковые, с более продолжительным сроком эксплуатации и увеличенным диаметром. Мы прокладываем трубы диаметром больше, чем они вообще сейчас есть. То есть сейчас азбестовые трубы у нас 200-го диаметра, а там, где они 200-го, мы прокладываем 225-й. Это у нас 225-й идет центральная сеть. Оттуда уже по улицам у нас идет 140-я и 125-я. На данные трубы у нас 75 лет эксплуатации. Старые водопроводные сети, которым 60 лет, 56, 58, 60 лет, пришли в негодность. Из-за этого не хватает воды. Частые порывы происходят в странице. Из-за этого возникает недоразумение, недовольство людей. Максимально мы, как можем, ремонтируем, восстанавливаем. И все это ремонтируется, делается на благотворительной основе. Население Кордоникской составляет 7650 человек. Благодаря включению населенного пункта в государственную программу развития сельских территорий, проблема водоснабжения, наконец, будет решена, говорят местные власти. Из водопроводных сетей общей протяженностью порядка 82 километров в этом году планируют заменить 43. Строительно-монтажные работы проходят в южной части станицы. В них задействованы три экскаватора, два погрузчика и бригада из нескольких десятков человек. Рядом со станицей Кордоникской проходит групповой водопровод Кордоник-Адыгехабль, 630-я труба. Оттуда будет нам подаваться чистая, прозрачная, соответствующая нормативам и ГОСТам вода. И это улучшит обеспечение и качество, и сымутся все проблемы, которые на сегодняшний день есть. Недовольство, некачественная вода, нехватка воды, порывы. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь 2025 года. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Завершается строительство карачаевского группового водопровода. Представители регионального Минстроя и Дирекция капитального строительства оценивают степень готовности объектов 92%. На месте проведения работ побывал Артур Мхце. В течение какого времени людям поступит вода вот в этом водопроводе? Ну, в течение пяти дней мы, думаю, по этому объекту работы закончим и пустим воду населению. Работы на карачаевском водопроводе начались в 2019 году. После завершения водой будут обеспечены 9 населенных пунктов, в которых суммарно проживают 26 тысяч человек с общей потребностью 12,5 тысяч кубов в сутки. В настоящее время специалисты регионального Минстроя и Дирекции капитального строительства оценивают выполненные работы в 92%. Подключение объекта к этому водопроводу уже завершено. Дюкер подключен. В настоящее время за мной остается небольшой участок трассы, который нужно на территории площадки подключить. И в течение нескольких дней мы уже по уже построенному водоводу подключим населенные пункты, которые питаются от существующего водовода, построенному еще в 2013 году. Основные строительно-монтажные работы на объекте подошли к завершению. Смонтированы резервуары, насосная станция, подпорные стены, магистральные водопроводы. Сейчас идет обвязка резервуаров, подключение магистральной и транзитной линий. Далее предстоит подключение магистрального водопровода к существующей сети аула «Кумыш». На первых порах поступать в дома будет техническая вода, которая, впрочем, по словам экспертов, полностью соответствует химическому составу воды питьевой. В ежегодных пославиях главы региона он отдельным вопросом это ставит на повестку, ставит это в работу, соответственно, к курирующим министерствам, ведомствам, проводит отдельные совещания с подробным разбором проблематики и способов решения с правительством Карачао-Черкесской республики. По его поручению республика активно принимает участие в реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода». В целом, за последние пять лет в Карачао-Черкесии введены в эксплуатацию пять водозаборных сооружений. В 29 населённых пунктах построены сети протяжённостью 207 километров, что составляет около 10% от общей протяжённости сетей водоснабжения в регионе. Также в текущем году реализуются четыре проекта водоснабжения. Все они находятся на разной стадии реализации. На одном из них в «Дружбе» в скором времени начнутся строительно-монтажные работы, которые позволят снять проблематику, накопившуюся у жителей этого села, а также населённых пунктов Заречный и Псыш. Артур Махцемиха Каракелян, Вести, Карачао-Черкесия, Карачаевский район. В ежегодном послании главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова Народному собранию республики, говоря о сфере образования, было сказано то, что сделано и предстоит. Итак, для решения кадрового вопроса в сельские школы республики по программе «Земский учитель» вышли на работу 52 учителя. Ещё во всех школах внедрена единая модель профориентации. В текущем году ею охвачены более 24 тысяч ребят, начиная с 6 класса. Появляются не только новые объекты образования, обновляется полностью инфраструктура, но и меняется их содержание. С 1 сентября будут введены и новые предметы, отметила министр образования и науки республики Инна Кравченко, выразив надежду, что они будут интересны детям, а педагоги станут проводниками в мир новых открытий и знаний. Основы безопасности и защиты Родины – достаточно серьёзный предмет. И несмотря на то, что сегодня период отпусков, наши педагоги по основам безопасности и защиты Родины будут проходить повышение квалификации, переподготовка. Переподготовка будет касаться тех педагогов, которые пришли из зон СВО и сегодня готовы работать преподавателями. Также урок технологии, который был в наших образовательных организациях, теперь становится уроком труда. Он также претерпевает серьёзные изменения. Появляются новые модули, совершенно новые модули. Также все педагоги по данному предмету будут проходить повышение квалификации. Продолжаем выпуск строительства Дома культуры в Малом Зельчаке на финишной прямой. В республике продолжается активная работа в рамках нацпроекта «Культура». Создаются центры культурного развития для жителей Карачаева-Черкесии. Одним из них стал Дом культуры в Малом Зельчаке, строительство которого началось в прошлом году. В настоящее время готовность нового объекта культуры составляет более 92%. Сейчас строители завершат отделочные работы и приступили к благоустройству прилегающей территории. В современный Дом культуры рассчитан на 292 места. Здесь разместятся концертный зал, кабинеты для занятий искусством, большой холл и гардеробная. Общая площадь застройки составляет более 1000 квадратных метров. Также идет строительство культурных объектов и в других населенных пунктах республики. Так, в Домбае продолжается строительство ДК на 400 мест. Идет капремонт и реконструкция объектов культуры в Зиюка, Ударном, Мичуринском и Аркинхалке. Преобразятся и детские школы искусств в Черкесске и Хабезе. Быть вместе и в горе, и в радости – признак любви, крепкой семьи и верности. Семья Нахушевых из аула Алибердуковски отпраздновала 54 года совместной жизни. Как сохранить брак на долгие годы и воспитать достойное поколение? Своими секретами семейного счастья Чита Нахушевых поделилась с Майхом Доховой. Прожить в любви и согласии 54 года. Немногие пары могут похвастаться таким супружеским стажем. Семья Нахушевых яркий и достойный пример того, как сохранить семейные узы и передать свой жизненный опыт молодым семьям, которые только начинают жить. Мухаммед Хамзетович и Таибат Хусиновна принимали поздравления от самых близких и родных им людей. Что бы ты хотела пожелать своему дедушке и бабушке? Чтобы они были всегда здоровые, счастливые и жили долго-долго. Я часто приезжаю к бабушке и дедушке. Что вкусненького готовит тебе бабушка? Кричины и блинчики. Поздравления Нахушевы принимали дома, в ауле Али Бердуковский. В рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности поздравить супружескую пару с таким знаменательным событием и вручить им почетные грамоты прибыли представители районной и сельской администрации, управления ЗАГС Хабетского района, представители общественного движения «Адыга Хаса». Сегодня нам выпала такая честь оказаться в семье Нахушевых и поздравлять Мухаммеда Таибат от имени главы администрации Хабетского муниципального района, от себя лично и от коллег поздравляем вас. Глава семьи Нахушевых Мухаммед Хамзетович поделился главным секретом крепкой и дружной семьи. Нужно радоваться каждому дню, уважать друг друга и быть преданным. Без любви невозможно построить крепкую семью. Она – основа всего. Делится личным опытом Мухаммед Нахушев. В браке – это согласие между собой. И любовь тоже есть, конечно. Без любви ты уже не будешь жить. Конечно, внуки радуют, даже правнуки есть у нас уже. Они тоже радуют. Когда приезжают все вместе, мы веселимся, им барашку режем и веселимся. Старшее поколение – пример всем молодым. Трудолюбие и терпение – вот основные качества, которые необходимы, рассказывает хранительница очага Таибат Нахушева. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабейский район. Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» Сергей Миронов. В ходе пресс-конференции Сергей Михайлович ответил на вопросы журналистов касаемо законотворческой деятельности депутата, индексации пенсии работающих пенсионеров, налогообложения, расчета стоимости потребительской корзины, минимальной оплаты труда и развития туризма. После Сергей Миронов в сопровождении министра по физической культуре и спорта Республики Рашида Узденова осмотрел спорткомплекс «Юбилейный» в Черкесске. Гостю рассказали, как функционирует спорткомплекс, и было отмечено, что 57% жителей Республики занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. И поставлена задача вытянуть 70%. В ходе рабочей поездки депутат познакомился с работой сельхозпредприятия «Хаммер». Парламентарий осмотрел семенной завод «Колос», сады предприятия и оценил ход строительства плодохранилища. То, что я здесь увидел, просто молодцы. Дело в том, что у нас проблемы с семенами очень серьезные. И когда я услышал, что здесь уже несколько лет и кукуруза, и пшеница, и ячмень, и соя, это то, что нам необходимо. Но вот, вы знаете, век живи, век учись. Вот я же так вот проезжаю, я же видел вот такие вот сады, но я никогда не знал, думаю, как же их поливают. Оказывается, вот это капельное орошение, тоже очень интересно. Не знал, что, оказывается, их яблоки прорежают, чтобы сотрели до нужной кондиции. Молодцы, это очень хорошее хозяйство. Спортивные вести. Уроженец Карачаева-Черкесии Денис Бачаев стал победителем Кубка Азии по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в весовой категории плюс 100 килограммов. Кубок Азии прошел в Алмате. Соревнования являются одним из этапов отбора на юниорские первенства Европы и мира, которые пройдут осенью в Эстонии и Таджикистане. Тренируют спортсмены Александр Власов и Саслан Бастанов. Исполнилось 10 лет со дня открытия многофункционального центра. Остается неизменная задача ведомства. Это повышение скорости и качества оказываемых услуг и комфортность их получения. О том, как ведется работа сейчас и как это начиналось, рассказал Альбини Ламковой, гость студии телеканала «Россия-24», директор республиканского МФЦ Султан Иркенов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова